Мой доклад будет посвящен теме поддержания дозовой интенсивности, мониторинга безопасности лечения и длительности противоопухолевого лечения. Выбор оптимального режима лекарственной терапии злокачественных опухолей основывается на локализации и гистологическом типе опухоли, ее молекулярном профиле, распространенности опухолевого процесса, эффективности ранее проводимой терапии, общем состоянии и коморбидности пациента, цели лечения в настоящий момент, а также на соотношение потенциальной пользы и токсичности проводимого лечения. Многие виды противоопухолевой лекарственной терапии обладают довольно узким терапевтическим окном, в связи с чем важно поддерживать рекомендованные дозы препаратов, а также интервалы между их введениями. Интенсивность цитотоксической химиотерапии определяется как доза, вводимая в единицу времени. В зависимости от применяемой дозы цитотоксического препарата выделяют различные по интенсивности виды терапии. Это низкодозная химиотерапия, чаще она рекомендуется больным пожилого и старческого возраста, пациентов с серьезной сопутствующей патологией, при тяжелом и средне-тяжелом общем состоянии, при проведении терапии с палиативной целью. Химиотерапия стандартной дозовой интенсивности. Высокодозная химиотерапия, как правило, характеризуется высокой мило- и иммуносупрессивностью, вплоть до полной милоаблативности. Сверхвысокодозная химиотерапия, которая, как правило, представляет собой модификацию уже существующих режимов высокодозной химиотерапии с добавлением дополнительных химиотерапевтических агентов или с дополнительной эскалацией доз одного или нескольких химиотерапевтических препаратов. Метрономная химиотерапия – это регулярное назначение цитотоксических препаратов в дозах, значительно меньших, максимально переносимых, с небольшими интервалами времени. И режим с уплотненным введением химиопрепаратов рассматривается при быстро пролиферирующих опухолях, характеризуется меньшим интервалом между введениями цитотоксических препаратов и требует профилактического использования колонистимулирующих факторов. Расчет дозы цитотоксического средства для большинства препаратов выполняется на площадь поверхности тела, определить который можно по формуле, а также при помощи номограмм и различных калькуляторов. Рекомендуется округление расчетной площади поверхности тела до первого знака после запятой для того, чтобы дозировка препарата соответствовала переносимой для пациента. Существует большое количество различных формул для расчета площади поверхности тела, однако наиболее точными и простыми в употреблении считаются формулы Мастеллера и Дюбуа, которые приведены на данном слайде. Для пациентов с ожирением рекомендуется расчет доз препаратов, исходя из фактической массы тела, особенно если целью терапии является излечение. При наличии сопутствующей патологии или в случае палиативного лечения при расчете площади поверхности тела более 2 квадратных метров возможен расчет дозы на площадь 2 метра квадратных. При хорошей переносимости лечения на последующих курсах рекомендуется одномоментная или последовательная в течение 2-3 курсов эскалация доз препаратов с расчетом на актуальный вес и рост. Для некоторых химиотерапевтических препаратов установлены предельно допустимые разовые дозы, о которых следует помнить, даже если мы не прибегаем к интенсификации терапии. Так, например, для венкристина максимальные разовые дозы являются 2 мг, для блеуменицина 30 мг и для карбоплотина 1000 мг, если он применяется в комбинациях с другими препаратами, и 1200 мг, если он используется в монотерапии. Для препаратов, обладающих дозалиментирующей кумулятивной токсичностью, также установлены предельно допустимые кумулятивные дозы. Например, с учетом кумулятивной кардиотоксичности антрациклинов, кумулятивная доза для докса рубицина составляет 550 мг на метр квадратный, для эпирубицина 1000 мг на метр квадратный и для блеумицина это 360 мг. С целью поддержания дозовой интенсивности терапии, а также профилактики развития фибрильной нитропинии после завершения терапии, возможно применение колоннестимулирующих факторов. Доза и продолжительность терапии этими факторами индивидуальны и определяются клинической эффективностью, оцениваемой по динамике уровня нитрофилов по клиническому анализу крови. Необходимо помнить, что введение колоннестимулирующих факторов разрешено за 48 часов до или через 24 часа после введения противоопухолевых препаратов. Эти сроки обязательно нужно соблюдать. Допускается исходная редукция доз препаратов в случаях, когда применение рекомендуемых доз представляет для пациента повышенный риск развития осложнений. К подобным ситуациям относится общий статус по шкале ЭКОК 2-3, старческий биологический возраст, следует обратить внимание, что не паспортный, а именно биологический возраст. Большой объем облучения плоских костей в анамнезе и неудовлетворительные показатели функции костного мозга, почек и печени. При хорошей переносимости редуцированных доз допускается их эскалация вплоть до полных доз на последующих курсах, если пациент хорошо переносит повышение дозировок. Клинически значимая токсичность ранее проведенного курса терапии, в том числе эпизод фибрильной нитропинии, также является основанием для редукции разовых доз препаратов, но реэскалация дозы на последующих курсах, как правило, уже не производится. Поговорим еще об одной характеристике лекарственного противопоключения, от которой напрямую зависит эффективность терапии, а именно цикличность. Цикл химиотерапии – это период времени, исчисляемый с первого дня первого введения цитостатиков до планируемого первого дня следующего курса. Включает в себя дни введения препаратов и плановый перерыв между курсами. Допускается смещение даты начала следующего лечебного цикла на три дня в меньшую и большую стороны от запланированной даты без причин медицинского характера. Это производственная необходимость, государственные праздники, семейные обстоятельства пациента, к примеру, и, конечно же, при условии восстановления показателей кроветворения. Однако следует помнить, что в документации перенос даты цикла все равно должен быть обоснован. Начало очередного цикла может быть отложено на более длительный срок по медицинским показателям в следующих ситуациях. Если развились побочные эффекты лечения, не разрешившиеся до степени 1 к началу следующего цикла химиотерапии, за исключением аллопеции. Если произошло обострение каких-либо имеющихся у пациента сопутствующих заболеваний, либо любое заболевание в острой фазе. До начала первого курса лекарственной терапии рекомендуется выполнение минимального объема обследования, перечень которых может быть расширен по клиническим показаниям в индивидуальном порядке. Это клинический анализ крови с определением уровня гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, лейкоцитарной формулы и тромбоцитов. Коглограмма выполняется не более чем за 14 дней до начала первого цикла химиотерапии. Биохимический анализ крови также выполняется не более чем за 14 дней. Коглограмма должна быть сделана не более чем за 30 дней до начала лечения. Общий анализ мочи сроком не более 14 дней и ЭКГ не более чем за 30 дней до первого цикла терапии. Также по показаниям выполняется ЭКГ с определением фракции выброса левого желудочка. в особенности, если мы планируем кардиотоксичную терапию терстезумабом, пертузумабом, либо антрациклинами. Проводится аудиометрия при наличии или усугублении снижения слуха при планировании или уже в процессе проведения терапии цисплатином, но не карбоплатином или оксалиплатином, так как эти препараты не обладают столь выраженной ототоксичностью. И консультации профильных специалистов по показаниям при необходимости назначения или коррекции сопутствующей терапии по имеющимся у пациента заболеваниям. В дальнейшем в процессе химио- или таргетной терапии перед началом каждого курса должен быть выполнен общий анализ крови не более чем за 5 дней до начала цикла и биохимический анализ крови уже не более 7 дней. При еженедельных режимах биохимический анализ крови может выполняться каждые 3-4 недели по клиническим. Остальные анализы сдаются по клиническим показаниям на усмотрение лечащего врача. Не рекомендуется рутинно выполнять контрольный общеклинический анализ крови ранее, чем через 7 дней после проведения курса химиотерапии в отсутствии каких-либо клинических показаний. Рекомендуемая периодичность выполнения ЭКГ в процессе лекарственной терапии составляет 3-4 месяца. Для большинства режимов химиотерапии стандартным требованием к показателям гемограммы является уровень лейкоцитов более полутора, извиняюсь, нейтрофилов более полутора и количество тромбоцитов более ста. Для отдельных комбинаций клинических ситуаций применяются особые критерии гемограммы, например, при лечении онкогематологических заболеваний, еженедельном введении препаратов и лечении герминогенных опухолей. Необходимо отметить, что уровень гемоглобина не должен служить поводом к отсрочке циклотерапии. В случаях, когда у пациента имеется выраженная анемия, требуется проведение гематрансфузии и с последующим продолжением основного лечения. При развитии клинически значимых побочных явлений третьей-четвертой степени, за исключением гематологической токсичности, выполняется редукция дозы на 20-40%, если другое не предусмотрено в инструкции к применению препарата. При купировании клинически значимых побочных явлений в отдельных ситуациях возможно возобновление лечения в полных дозах в зависимости от цели лечения и общего состояния пациента. Если у пациента развилась фибрильная нитропиния, то в дальнейшем рекомендуется сохранение редуцированных доз препаратов в последующих циклах текущей линии терапии. При проведении гормональной терапии лабораторный мониторинг допускается проводить реже, до 1 раза в 2 месяца. Пациенткам, получающим гормонотерапию антиэстрогенами, тамоксифеном, обязательно наблюдение гинеколога, что связано с риском развития гиперплазининдометрия и высокой вероятности малигнизации. Также рекомендуется контроль минеральной плотности костей посредством денситометрии пациенткам в постменопаузе, в том числе, которые получают авариальную супрессию на фоне гормональной терапии, в особенности ингибиторами ароматазы. Таргетная терапия также может вызывать ряд побочных эффектов, на которые необходимо обращать внимание и вовремя их корректировать. Не каждый пациент испытывает их в полной мере, но тем не менее проведение процедур мониторинга необходимо для всех пациентов. Клининко-лабораторный мониторинг – это общий и биохимический анализ крови, необходимо проводить до начала лечения и затем перед каждым введением препарата. Коглограмма один раз в месяц для контроля тромбоэмболических осложнений. Обязательный контроль ЭКГ при удлинении интервала КУТЭ, особенно это важно при проведении терапии рибоциклимом, цитоксимабом и понетумумабом. Также проведение кардиологического мониторинга с выполнением ЭКГ и ЭХКГ обязателен для пациентов, которые получают антихер-2 терапию, которая обладает выраженным кардиотоксическим действием. Мониторинг гастроинтестинальной токсичности актуален в целом для всех препаратов. Мониторинг кожной токсичности для пациентов, которые получают терапию, например, такими препаратами, как цитоксимаб или эрографинип, при развитии кожной токсичности может потребоваться коррекция доз препаратов в зависимости от степени токсичности. Иногда приходится даже отменять терапию, но, к счастью, такое происходит достаточно редко. При проведении иммунотерапии существует риск развития иммуноопосредованных осложнений, которые требуют обязательного мониторинга со стороны лечащего врача. Что касается длительности терапии, то в отношении неоадювантной и адювантной терапии сроки устанавливаются клиническими рекомендациями. В этом случае длительность определяется либо количеством циклов, либо временными периодами лечения. При палеотемной химиотерапии для некоторых нозологии также существует четко определенное рекомендациям и количество циклов, превышение которого не улучшает отдаленные результаты лечения пациентов, но при этом увеличивает его токсичность. Так, например, при немелкоклеточном раке лёгкого рекомендовано 4-6 циклов химиотерапии, 4 цикла химиотерапии по схеме БЭП, при герминогенных опухолях 6 циклов при раке яичников и так далее. В других случаях лечение может быть продолжено и до прогрессирования заболевания, либо развитие непереносимой токсичности, или же достижение максимально допустимой кумулятивной дозы препарата. При проведении палеотемной химиотерапии, при продолжении терапии важно оценивать соотношение пользы, то есть эффекта, и вреда, то есть токсичности. При достижении стабилизации заболевания или максимального эффекта, без дальнейшего увеличения, уменьшения опухолевых очагов, при ряде опухолей рекомендуется провести дополнительно 2-3 цикла, консолидирующей химиотерапии и последующим наблюдением, либо же переходом на поддерживающие режимы терапии. Таргетная терапия, гормонотерапия, иммунотерапия, как правило, проводятся до прогрессирования заболевания или непереносимой токсичности, ввиду того, что в меньшей мере обладают выраженной токсичностью на организм. Подводя итог, можно сказать, что достижение максимальной эффективности лекарственного противопухолевления с сохранением безопасного профиля токсичности обусловлено многими факторами, в том числе определением цели самого лечения, правильным выбором схемы химиотерапии и дозирования препаратов, необходимостью учитывать факторы, которые могут потребовать коррекции доз препаратов, в том числе наличие у пациента выраженной сопутствующей патологии, правильность расчета дозы препаратов, проведение мониторинга и своевременной коррекции, и профилактики осложнений, которые могут развиться на фоне терапии, соблюдение цикличности проводимого лечения и соблюдение сроков проведения лечения в целом. На этом у меня все. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok